у нас сегодня плотный программ надо много успеть обычно вспоминаем, что мы делаем строим варианты для пространства это совсем глобально сейчас и σ-алгебре определяем меру наша задача построить меру на σ-алгебре делать это сложно, больно, грустно поэтому мы стартуем с более маленьких систем множества то есть у нас сейчас что есть? у нас есть πs, это полукольцо мы дополнительно требуем, чтобы мы его вложили мы научились по полукольцу строить наименьшее кольцо, содержащее данное полукольцо и там мы хорошо знаем, как будут выглядеть элементы этого множества а здесь у нас дальше мы хотим выйти на наименьшую σ-алгебру содержащую данное кольцо и вот тут на самом деле структура непонятна здесь структура ясна, мы знаем, что выглядит это как всевозможные конечные дериумки объединения номер в кольце поэтому тут все хорошо как устроены вот эти вот множества мы не знаем, не понимаем вот, и что у нас сейчас есть? у нас есть m это σ-аддитивная мера на s я повторю, всегда немножечко выпешивает вопрос σ-аддитивности на системе множеств, которая не замкнут даже относительно операции объединения не то, что счетного их числа но мы это подробно обсудили, что это значит что мы умеем делать? мы по ней легко умеем строить ν она тоже будет σ-аддитивной она интуитивно понятна, как продолжается мы просто представляем каждый элемент этого кольца как конечный из ν наведения определяем меру ν как просто сумму мера i и сейчас у нас стоит вопрос о том, как построить меру на вот этой вот σ-аддитивной причем желательно, конечно, чтобы она тоже была в смысле σ-аддитивности ну и понятно, что она должна быть согласована с m и ν согласована в том смысле, что если мы берем элементы либо s, либо r от s то вот эта μ должна совпадать либо с ν, либо с n в зависимости от того, чей элемент мы берем вот соответственно, каких мы достигли успехов в построении этого объекта для этого мы ввели промежуточный объект который называется внешний нейролибер ну вот определялась она специфично да, вот здесь вот с единицей мы единицей обозначали как e вот внешняя мера она определена для любого по множеству e то есть в том, что a не обязаны может не иметь вообще никакого отношения ни к s, ни к r от s ну вот и мы определили внешнюю меру a как инфину по всем счетным объединениям множества a элементами a элементами s и тогда мы выберем инфину двух сумм ввели вот такой объект ну вот внешние меры меры не являются но она обладает свойством сигму полуаддитивности мы с вами обсуждали, что это так правильно и доказали то, что действительно это есть хоть она и не мера то есть даже обычной аддитивности нет но сигма полуаддитивности есть она нам очень нужна и важна напомним, что это такое давайте напомним что значит сигма полуаддитивность то есть если вы берёте у вас есть множество b и оно у вас покрывается счётом объединений каких-то аитах по и аитах по и аитах по и несчетных любых бесконечностях при этом b не являются элементами вообще никого то есть они просто являются подмножествами e Е, то тогда внешняя мера B у вас будет меньше либо равна в сумме понятой линейки, а внешней линейки. Ну и понятно, что есть сигма по аддитивности. Следует просто сигма-аддитивность, потому что мы всегда можем взять хвост, состоящий только из пустотельного множества. Благодаря вот этому объекту мы смогли ввести понятие измеримости. То есть мы сказали то, что множество A, подавляясь под множеством E у нас будет называться измеримостей. Что у нас там выполнено? То есть мы со сколью годной высокой точностью можем приблизить это множество к теми, для которых меры есть. А у нас сейчас меры есть для всех вот этих. Единственное возникало в этом подходе вопрос, а что значит точность в данном случае, то есть какая метрика. Вот для этого был введен этот промежуточный объект. То есть для любого основного большего нуля найдется то множество, у которого мера есть. Это у нас элемент R от S, что оно отличается от нашего множества чуть-чуть. Что значит чуть-чуть, потому что внешняя мера его меньше абсолютно. Соответственно, множество измеримостей мы обозначаем буквы M. И что дальше мы выяснили про это M? Во-первых, мы выяснили, что M это аугедра. Аугедра с единичкой E. Это первое. Второе, то что если мы возьмем минуса звездой на M, то есть ограничиваем область обнаделения, то это становится мера. Но мера в том смысле, что она агитивна. И мы ее обозначаем M. То есть M это как бы есть M со звездой, у которой ограничена область определения не всеми подмножествами нашей единицы, а только вот этими вот множествами, которые называются измерами. Соответственно, то, что это алгебра мы доказали, то, что это мера мы доказали. Я же правильно помню, да? Да. Соответственно, нам отломовала, так? Мы хотим больше. Что нас ограничивает в этих желаниях? Во-первых, мы хотим доказать то, что M на самом деле Сигма алгебра. И в принципе, после этого понятно, что мы выполнили нашу задачу. Кто понимает, что после этого мы выполнили нашу задачу? Я напомню, в чем состояла задача. Нам нужно построить меру на наименьшей Сигма алгебры, содержащей S. Ну, это какая-то левая Сигма алгебра. Я еще вообще не понимаю, как она устроена. Выполнили мы в этом случае задачу построения меры на Сигма от S. Конечно. У нас же Сигма от S это наименьшая Сигма алгебра. Она содержится в любой Сигма алгебре, которая содержит S. В частности, в Сигма алгебре M, которая какая-то Сигма алгебра, но она содержит в себе S. Вы поняли, да? То есть, на самом деле, мы выполнили задачу даже пошире, чем ставили. То есть, мы построили меру на более большой Сигма алгебре, чем нам нужна. Ну, окей. Немножечко. Размахнулись. Что скажешь? Главное, то, что задачу, которую мы перед собой ставили, мы выполнили. Почему это Сигма алгебра? Погнали доказывать. То есть, что мы делаем? Мы говорим, возьмём элемент в счётку Сигма алгебры. Потому что алгебры мы знаем, Сигма нам нужно доказать относительно операции счётного объединения. То есть, мы берём счётное число элементов M и объединяем. И вот вопрос верный ли, что вот это будет тоже элемент R? Ну, погнали. Первое, что мы делаем, мы по алгебрам мы складываем BGT. Такие, что наше счётное объединение является счётным безъюнтным объединением. Это можно сделать, а BGT складывается стандартно. Давайте ещё раз её постановим. Как постановится? Ожитое без объединения. Это ожитое без всех остальных. То есть, без объединения параллитров, после первой нички, в другую единицу. Окей? Что мы знаем? Поскольку нам уже сейчас доказано, что M это алгебра, значит, она замкнута относительно всех конечных наших операций. Вот это точно элемент M. Поскольку H были элементами M, значит, и BGT тоже будут элементы M. Окей. Так. Что дальше? Замечаем такую вещь. Потому что если я возьму любую конечную сумму, метод BGT, или метод M, значит, это у нас что такое? Это есть метод изъюнтного объединения по G. Вот. 1 до M, до G. Окей? А это что такое? Ну, она же равна плюсу звездой, конечно. Потому что у нас равна. А вот эта вещь меньше, чем лучше. Да, да. Ну, со звездой, а так. Ну, потому что у нас любое конечное объединение покрывается H. Значит, его внешний мир не может быть больше внешнего мира H. А внешний мир ажки штука конечная. Мы с вами это обсуждали. Потому что внешний мир любого нашего множества, она конечна. Всё. Отсюда мы делаем важный вывод. Привиальность предположения математического равенства. Вот этот ряд сходится. Поскольку для любого n он ограничен какой-то чиселкой, которая от n не зависит, значит, ряд сходится. Окей? А через что хорошо, то что ряд сходится. Ну, это значит, существует какой-то там n нулевой, что хвост рядом у нас будет хвост рядом. Писать. Что хвост рядом будет конечным. Извините, что я пишу? Ой-ой-ой-ой. Маленький. Маленький. Чтоб хвост рядом будет маленький. Какую бы степень малости мы не взяли, мы можем это сделать. Зачем я всё это делаю? Я же хочу доказать измеримость а. Что такое измеримость? Измеримость это вот это хрень. Ну, то есть мы со сколью годно большой точностью, извините, со сколью годно маленькой точностью, высокой, маленькой точностью. Понятно, да? То есть для любого маленького эпсона мы сможем подобрать такой элемент аэротеста, что он приближает наше a. А устроено как? Сложно. Слишком много аитов. Хочется их уменьшить. Количество. Но сделаем, чтобы оно было конечным. Потому что если оно будет конечным, то мы сразу подберём. Но беда в том то, что... А что делать с хвостом? Чем я пользуюсь? Я знаю, что вот этот вот хвост, он по мере маленький. Весь. Бесконечный. Я его сейчас ограничен, сейчас увидите, что произойдёт. Так, погнали. Соответственно, что у меня сейчас есть? У меня есть вот этот вот объект. Который то, что осталось после обкидывания хвоста. Это кто у нас? Объединение аитов. Это элемент n. Это точно измеримое множество. Ну, потому что мы знаем, что m это алгебра. Значит, любое конечное объединение элементов n это элемент n. Окей? А что это значит? Это значит, согласно определению, что существует такое c, что внешние меры вот этой вот хрени, если надо ее как-то обозначить. Ладно. С. Да. И c это кто? С это элемент n это s. Что вот это будет меньше, чем y. Это просто в силу измеримости. То есть, если множество измеримо, с любой степенью точности можно приблизить элемент мер от s. Сделали это. Вот это s нашли. Так вот, мы сейчас с вами будем показывать, что вот это c является продвижением a с точностью эпсела. Ну и чтд тогда. Окей? Хорошо, погнали. Из чего это следует? То есть, если я возьму симметрическую разность a и c, утверждается, что вот эта вещь будет вложена во что? Симметрическая разность c, объединенная с всем хвостом, который есть. Почему тут? n маленькое пишу, n большое, n большое. Так, парадонки, у меня тут. n, 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 n. При желании можно в этом убедиться. Потому что действительно, если какая-то точка входила сюда, то она уходит сюда. Обязательно. Окей? А всё-таки что мы получаем? Что внешние меры вот этой штуки, поскольку у нас есть полу-сигма-аддитивность, или сигма-полу-аддитивность. Поскольку это мой личный термин, то я не знаю, какая правильная последовательность этих приставок. Понятно, что имеется в виду. Поскольку есть сигма-полу-аддитивность, значит есть просто полу-аддитивность. А это как раз вот наша история. Вот это будет меньше либо равно, чем мю со звездой вот от этой вещи, плюс мю со звездой вот от этой вещи. Хорошо? Хорошо. Ну ладно. Так, соответственно, вот про эту вещь, ну мы уже знаем. Вот это запросили, что вот это будет меньше, чем процента половины. Так? Остаётся вопрос вот про это. Мы берём мю со звездой от счётного объединения. Окей? С помощью чего будем ограничивать сверху? Потому что у нас же здесь вот не мю со звездой, тут вот ряд состоит из мюшек. Как сверху ограничить внешнюю меру вот этого объединения? Ну? А разве вот это и полу-сигма-аддитивность? Ну конечно, это она и есть. Вот. Ещё раз. У вас в качестве b выступает вся вот эта хрень. Так? Вот b это вот это единое множество. Естественно, оно покрывается сверху вот этим бесконечным объединением. Отсюда вывод. Вот эта вещь будет строго меньше. Получается, сумма по g от n нулевой плюс 1 до плюс бесконечности внешних мер b жит. Так? b житые это у нас элементы m. Поэтому внешние меры совпадают с обычной мерой. И получается, что тот ряд, который здесь написан, это в точности вот тот ряд, который у меня там. А он ограничен ε пополам сверху. Итого получается, что это всё будет меньше, чем ε. То есть что мы в итоге сделали? с цветного мерой. Нет? Нет. Нет. Надо начать носить с собой свой. То есть что мы получили? Вы показали, что для любого ε больше нуля найдётся, вот он, найдётся элемент нашего кольца такой, что внешняя мера ограничена сверху ε. Всё. Из этого его определения следует то, что а элемент m. Ба-а-а. Что доказать? Так. Вторая вещь, которую мы жаждем доказать. Ну то есть мы сейчас доказали то, что на самом деле m это σ ау-а-а. И четвёртая вещь, которая то, что μ на m на самом деле σ ау-а-а. Так. Ну погнали. Так. Ну тут совсем всё просто. То есть пускай у нас есть а и а... А и а это элементы m. Так. А а является объединением m. Нам надо доказать, что мера а равна сумме бесконечной меры а и а и а. Как обычно мы доказываем через доказательство двух неравенств. Какое неравенство есть? Ну и у нас есть сила p и активность. Вот отсюда всё следует. Поэтому у нас есть неравенство меньше. То есть то, что мера а равна внешней мере, она меньше, когда у нас сумма до плюс бесконечности внешних мера а равна. А внешние мера а равна совпадают просто мера а равна. Потому что пока мы живём в рамках n, μ и μ это одно и то же. Окей. То есть меньше или равно есть, нам нужно доказать больше или равно. Окей? А это совсем просто. Почему? Потому что мы знаем то, что конечное резюмское объединение по пи от 2 до m мы знаем, что мера а, она же мера уже доказана. Вот тут было. Вот тут было. Ну ладно. Значит для конечного объединения всё верно. Как я сейчас сделаю? Вот здесь. Мена а равна 7 плюс мена а равна плюс мена а равна плюс мена потому что останутся. Понятно, почему я раньше не мог это сделать? Почему я раньше не мог так написать? Потому что мы с конечного объединения с вагаемой с вагаемой с вагаемой с вагаемой. То есть я мог так написать раньше, что тут же конечное число с вагаемой. А сейчас дезинментное объединение. Да. То есть кто нам обещает, что вот этот хвост является элементом n? Сейчас понятно, да? То есть что мы знаем? Мы знаем то, что если а и а и то есть все элементы n, то тогда... Извините, плохо сказал. Чтобы мы могли вот так расписать, мы должны быть уверены, что вот для этой вещи определена мена мю. Она определена, если она элемент m. А с какого фига она элемент m? Непонятно. То есть нам для того, чтобы в принципе написать вот это равенство, нам нужен был пункт 3. То есть то, что любое бесконечное объединение элементов m будет являться элементом m, а значит для него есть мю. Это понятно? Вы хотя бы кивайте. Хорошо. Даже микро кивка достаточно. Отсюда вывод. Ну конечно, если мы вот это вот выкинем, у меня сумма не увеличится. Получается для любого n выполнена вот эта равенство. Какой вы помните? Делаем? Вряд ограничен m. Кем? Мерой. Ограничен вот этой вот шуткой. Предельный переход в неравенство в программу первого семестра. Наверное, третья неделя. Да? Все понимают, что это предельный переход в неравенство просто. У вас слева констант, справа последователь независящая от n, констант от n не зависит. Перешли к неравенствам. Если бы неравенство было строгим, оно стало бы нестрогим, но мы сразу специально нестрогим. Кивните, чтобы понятно. Вот. Всё. Отсюда было одно, что неравенство есть сила полуфигмодитивности, а второе мы доказали. Всё. Вот. То есть, по сути, мы сейчас вот эту задачу... А, я сделал, извините. Ну вот, мы выполнили ту задачу, то, что мы построили меру на какой-то сигма алгебре, содержащей s, а значит, и содержащей сигма от s, значит, на сигму от s мы эту меру построили. Мы молодцы. Окей? Но что мы не сделали пока? Но то, что кажется, сделать надо. Сигма от s, значит. Как выглядят элементы сигма от s, смирись, этого нельзя сделать. Ну, то есть, к сожалению, сигма алгебра это слишком сложно. То есть, в явном виде представить его элементы не получается. Но прикол состоит в том, что... Ну, это попозже чуть-чуть. Хорошо? Так, есть ли еще? Мы только конечную меру определили. Ну, во-первых, да. То, что мы знаем о том, что меры бывают бесконечные, ну, потому что мы были на Матане, там у нас была мера Левега определенная на всей прямой. И кажется, это мы сделаем. Но мы понимаем то, что мы-то стараемся для Тервера. А в Тервере у вас и единица есть, это омега большое. Все понимают, что там единица, это омега большое. Мера у нас конечная, потому что мера это вероятность, а вероятность всего омега большого это единица. Поэтому кажется, что для Тервера мы выполнили задачку или нет. Еще раз, что мы сделали? Вы показали, что если у нас есть мера на s, то она продолжается на наименьшую сигма алгебру. Типа хе-хе, и мы построили эту меру. Получается. Есть ли какие-то меры? Конечно, единственно. То есть теперь вопрос, а эта мера одна или нет? Вы же понимаете то, что можно так задать какую-то функцию на какой-то системе множество, что ее многими способами можно раскатать на область определения? Сейчас понятно? То есть если вы определяете функцию в счетном числе точек, если вы, извините, вовсюду плотном множестве точек, то если вы определяете непрерывную функцию, то этого достаточно. Я не понял, что я сказал. Честно, я на ходу придумал примеры. Еще раз. Всюду плотное множество точек. На нем задаем, ну, например, рациональные точки. На нем задаем функцию. Если вы говорите о непрерывных функциях, то этого достаточно для того, чтобы полностью задать функцию. Ок. Но если мы убираем определение непрерывности, этого же недостаточно, там функции гораздо больше. Так же и здесь. То есть мы что сделали? Мы взяли бедную систему множества, на ней определили меру хорошо. И мы ее раскатали на меру до сигма-алгебры. Сигма-алгебра очень богатая система. Достаточно ли это? То есть будет ли она единственной? Ну, вы понимаете, поняли? Спойлер, она будет. И именно для этого нам нужна вот эта сигма-алгебра. Так. Для того, чтобы вот это доказать. То есть тот результат, о котором я сейчас произнес, носит звучное название теоремы коротеродора. То есть поесть, да? По названию. Соответственно, мы ее сейчас будем с вами доказывать. Но для того, чтобы ее доказать, нам нужно несколько результатов. Да. Ну, погнали. Давайте. Какие результаты нам с вами нужны? Так, во-первых, нет. Сначала мы решим вот тот вопрос, который был задан насчет бесконечных мер. Поэтому следующий раздел у нас сигма-конечные меры. Потому что теоремка коротеродория, которую мы с вами будем доказывать, она верна не только для вот наших вероятностных пространств, она верна для более широкого класса. Поэтому раз уж доказываем, давайте доказывать сразу всего. О чем идет речь? Ну вот. Пускай у нас есть кольцо С. Пускай у нас есть кольцо С. Любой элемент А, принадлежащим С, он является подмножеском какого-то Х. Но Х у нас не принадлежит С. Ну, например, классический пример. Мы с вами брали множество всех ограниченных подмножеств прямой. То есть это, очевидно, полукольцо. Ну вот. Но... Даже кольцо. Ну вот. Но единица вроде бы она есть. Понятно, это вся прямая. Но она не является элементом нашего полукольца. Кивните, что понятно. Окей. Хорошо. Ну вот. Дальше у нас есть М. Это сигма-аддитивная мера на С. Сигма-аддитивная мера на С. Ну вот. И мы хотим... То есть, мы же когда строили, у нас там были какие-то требования. Во-первых, у нас есть кольцо, на нем есть сигма-аддитивная мера. И очень важно, что у этого кольца есть единица. Ну то есть, эта единица принадлежит этому кольцу. Тут нет этой истории. Но что есть? Есть то, что существует набор АИ, имеющихся элементами С. Таких, что в Х есть счетное объединение АИ, это пое от единички на плюсность конечности. Ну, такой стандартный пример. Мы можем взять. Вот там наше все. Это ограниченные промежутки. Ограниченные промежутки. Прямой. Ну, ограниченные, то есть, у них конечная А, конечная Б. Могут быть открытые, могут быть закрытые. Промежутки, там, это и интервалы, и отрезки полных. При этом, что мы осознаем? Мы осознаем, что n есть объединение вот таких вот отрезков. Согласны? Ну, то есть, вот это требование будет. Ну, вот. И хотелось бы как-то продлить меру с нашего кольца. А на что продлевать меру? То есть, мы же, когда мы продлеваем, нам нужны единицы. И, в частности, та сигма алгебра, которая у нас будет, она будет с вот этой вот. Ну, в этом примере, с вот этой единицей. В общем случае, с вот этой единицей. А мы понимаем то, что мера вот этих вот штук должна уходить в бесконечность. Ну, и ладно, пускай уходит. Мы теперь разрешаем мере становиться бесконечностью и будем называть ее не мерой, а сигма-конечной мерой. То есть, важное замечание, сигма-конечная мера не мера в том плане, что она может принимать бесконечные значения. Но она мера в том плане то, что она аддитивна, более того, сигма-аддитивна. То есть, если у вас есть приставочка сигма-конечность меры, это значит то, что свойство сигма-аддитивности у нее точно есть. Окей, хорошо. Погнали. Как мы ее будем строить? Так, постарей. Сигма-конечный мер. Наверное, не очень хорошо то, что мы не сформулировали определение. Давайте его сформулируем, потому что я вам так поговорю. Определение. μ называется сигма-конечный мер на сигма-алгебу. А если выполнено что? Если любого набора выполнено первичным геном, наше единице, есть объединение аи, они от единички, то есть бесконечности, таких, что меры аи, они конечны. Вот это и есть сигма-конечность. То есть наше множество е можно представить в виде счетного объединения, не обязательно сигма, но вот счетного объединения множеств, это мера каждого из них конечного. Вот это и есть сигма-конечность. И второе. μ сигма-алгебу. Сигма-алгеба то есть. Если у вас а в виде счетного объединения аи от единички до плюс бесконечность, и все вот эти вот элементы наши сигма-алгебы, то мера а будет равна сумме по и от единички до плюс бесконечность, мера и. При этом важное замечание то, что здесь допускаются значения плюс бесконечность. Поскольку тут все слагаемые не отрицательные, то у нас не возникает никаких проблем с арифметикой тогда, когда мы допускаем значения слагаемых равных плюс бесконечности. Опять что я сказал? У нас нет такого числа плюс бесконечность. Ну вот. А тут по идее какие-то слагаемые могут оказаться в плюс бесконечности. Что это значит? Если тут появляется слагаемая плюс бесконечности, это обязательно плюс бесконечности. И опять же эти слагаемые могут быть все конечные, но их сумма может совершенно спокойно уходить в плюс бесконечности, и тогда мера а отделяется как плюс бесконечности. Хорошо. Может быть мы нехорошо тут сказали, у нас был нулевой пункт. То есть, что такое мера m, она у нас отображает σA вот в такой точке. Хорошо. Так, теперь вопрос, как строится σ-конечная мера в тех условиях, которые мы выписали с вами слева. Так, погнали. То есть, что у нас с вами есть? У нас с вами есть то, что наша единица, она представима в виде счетного объединения элементов s. Чем плохо это объединение? Оно не дизюмпное. Мы любим дизюмпное объединение, не любим не дизюмпное объединение. Вопрос, можем ли мы x сделать счетным объединением элементов не s, не счетного, а дизюмпного? Но проблема в чем? Потому что это не будут элементы s, это будут элементы r от s. Нет, а у нас s-кольцо написано. Где? Ужас какой! Что мы не поправим? s же написал, полукольцо, конечно. Эх, на телу промахнулся. Ладно. А такие отсылки вы понимаете? Я тут в какой-то аудитории спросил, можно ли ссылаться на теорию большого взрыва. Я не знаю, что будет в факультет. Они говорят, что это такое? Сериал такой есть, не как научная теория. А тут в этой аудитории можно ссылаться на теорию большого взрыва? Проблема состоит в чем? То, что вот те b, которые мы любое объединение можем сделать дизюмпным объединением, но проблема в том, что там нам нужно замкнутость относительно всех наших операций. s не замкнуто, но ничего страшного, мы можем выйти за пределы, то есть это будет по g от 1 до плюс бесконечности, где b житые это элементы n от 1. Я так часто строил b житые, можно я не буду их опять расписывать, как b житые строятся по i. Хорошо. Чем хороша эта история, мы знаем то, что по m, n на наименьшем кольце строится однозначно, и она сразу наследует свойства сигма-аддитивности, никакая единица там не нужна. Вот этот переход делается очень просто, там никаких требований не нужно, поэтому для б житых определена n и sol. Окей. Что мы дальше делаем? Мы говорим то, что рассмотрим следующие системы множеств, которые будут устроены так. Мы берем наше наименьшее кольцо и пересекаем его с b житым. Понятно, что значит, когда мы систему множеств пересекаем с множеством, да? То есть каждый элемент этой системы, мы пересекаем с b житым и получаем новую систему. Что мы знаем про решение? Мы знаем, что это точно кольцо. А что, о чём мы-то о нём знаем? С единицей б житым. И здесь у нас есть сигма-аддитивная мера. Её даже можно как-то обозначить ню житой, но в том плане, что она ограничена, эта мера, на нашем конкретном кольце. И так можно сделать для каждого такого кольца. То есть мысль в чём? То есть поскольку у нас есть вот эта сигма-конечность, вот эта сигма-конечность, мы что делаем? Мы сейчас наше х просто нарезаем вот эти свои. b1, b2 и ограничиваем себя в рамках вот этой единички. Смотрим на ту систему множеств, которая там получается. Окей? Что мы знаем? Мы знаем то, что мы можем по R-житму построить, получается, M-жит. Провести вот всю вот эту историю построения меры Лебега. Вот это вот мюм… Нет, я вам говорю на прошлой лекции. Мюм как раз и называется мерой Лебега. То есть сейчас мера Лебега – это та мера, которая получена продолжением какой-то меры с полукольца на сигма-алгетроизмеримых множеств. То есть сейчас мер Лебега очень много. Потому что вы понимаете, что колец много, мер на них много. И, соответственно, вы продолжаете, получаете много мер Лебега. Окей? Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем от R-житова продлить, получить мюжи, M-житая и мюжитая. То есть получить систему измеримых множеств, которые будут все под множеством, B-житая. И на них будет мера мюм… Плюс мы что знаем про эту мюжитову? То, что вот это сигма-алгетроизмеримых множеств, а вот это сигма-алгетроизмеримых множеств, а вот это сигма-аддитивная мера. Счет. Это мера, то есть это конечная функция. И так делается счетное число раз. А потом мы просто собираем. То есть первое, что мы говорим. Определение. Определение. Множество А, которое является подмножем нашего Х большого. Х – это вот самое-самое большое множество, которое у нас было в самом начале. Множество, которое является подмножением Х. Мы будем называть измеримыми. Ваши мысли? Там можно догадаться. А большое, а В-житые – это свои. Мы пересечем с В-житым каждым, и чтобы каждая была тоже измерима. То есть А, пересеченное с В-житым, должно быть измеримо для любого житого. То есть если мы взяли вот это большое А. Если мы его нашинкуем по вот этим В-житым, то каждый кусочек будет измерим. А что значит измерим? Для него мера есть. И тогда, если вот это выполнено, и тогда мера А будет определяться, как сумма, П-жит, единички, так и без бесконечности, плюс житые А, пересеченные с В-житыми. Поскольку А, пересеченные с В-житыми, являются элементами М-житыми, то для них определена мю-житая. На самом деле, вообще не глубокое множество. Ну, то есть, поскольку у нас есть счетное число кусков, посчитаемся на каждом куске, потом на сумме. А какие у нас проблемы тут возникают во всей этой сумме? То есть что надо доказать? Что значит согласованы? Они все на непересекающихся кусках. Что значит согласованы? Если возьмем множество из разных кусков, где их объединение могло лежать? Так, еще раз. Если возьмем множество из разных кусков, ну, ты имеешь в виду, то есть как бы вот А, это вот оно является объединением этого и этого. Ну, тогда ты посчитал меру здесь, посчитал меру здесь. Когда ты определяешь меру большую, ты ее просто складываешь. Ну, вот. Может быть, ты имел в виду то, что наша мера в результате, она согласована с вот этой первоначальной мерой, которая была на эротез. Она следует просто, поскольку наша первоначальная мера ню, она была сигма-аддитивна, если мы берем множество, которые были из наших первоначальных систем множеств, то все наши меры становятся нюшками, а нюшка у нас сигма-аддитивна. Поэтому там проблем не будет. Проблема, которая есть. Давайте их выписывать. Так, первое, кто бы сказал сигма-аддитивность, что это будет сигма-аддитивная мера. Потому что, действительно, это не очень понятно. Ну, с тем, что, на самом деле, сигма-аддитивно это нехорошо, давайте по сигма-конечной. Сигма-конечная мера в таком плане? То есть она сигма-аддитивна, причем в том смысле, что слагаемые могут принимать значение плюс-бесконечность. Понимаете, почему я и справился? Я написал сигма-аддитивные меры. Но мю не мера в том смысле, она может принимать бесконечные значения теперь. Поэтому писать сигма-аддитивные меры нехорошо. А как писать? Надо писать сигма-конечная. Что значит сигма-конечная? Сигма-аддитивная и может принимать значение плюс-бесконечность. Окей? Киваю. Хорошо. Что еще надо доказать? То, что m, я ее никак не вводил, множество называется измеримом, они образуют m, что m это сигма алгебра. На самом деле есть еще один неприятный пункт, который я отказываюсь доказывать. Он отвратительный, я его ненавижу и в общем я в какой-то момент стал игнорировать доказательства этого факта, хотя сам факт игнорировать конечно нельзя. Это какой? А если мы эту единицу по-другому разобрали? Конечно, корректность. Это корректность μ. Потому что смотрите, как правильно... как тебя зовут? Дмитрий или Дима? Дима. Как правильно говорит Дима о том, что мы стартовались с чего? В самом-самом начале мы сказали, что существует какое-то счетное количество элементов s, и получается, что x представим в виде их счетного элемента. Вот, например, так. Вот на этом примере сразу видно, что почему так? Можно же многими способами разложить. Ну вот, r в счетное объединение промежутков. И если мы возьмем другой набор аитов, это повлечет за собой другой набор бжитов. И тогда надо проверять то, что ту... Во-первых, давайте, корректность и μ, и m на самом деле тоже. Почему эта система множеств, и эта функция, определенная на этой системе множеств, не поедет, не изменится в смысле, ну вот, от другого выбора аитов? Честно, там отвратительные доказательства. То есть помните, у нас, мягко говоря, были доказательства очень неприятные. Особенно там, помните, когда мы доказывали, что если у нас есть элемент полукольца, и он содержит в себе непересекающиеся элементы полукольца, то это конечную систему, можно дополнить конечную систему элементом полукольца. предупции еще доказывали, помните? Отвратительные же, да? Вы не думайте, что я получаю от этого большое удовольствие тоже. Ну вот. Это неприятно, вот это мог хуже. Поэтому давайте так, вот это у нас будет без наказательства. Желающие могут проверить, посмотреть, там все шинкуется, 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 и вот проверить, что действительно там все хорошо. Ну вот. А вот эти вещи, ну давайте их обсудим и докажем, потому что это не сложно. Так. Сначала мы докажем сигмалку. Будем идти снизу наверх. Ну вот. m это сигмалка. У меня ничего не написано, но, наверное, это очевидно. Давайте на ходу задумать. Так, доказайте. Почему m это сигмалка? То есть, что мы берем? Мы берем, давайте, например, a1 и так далее, an и так далее. Это элементы m. И нам нужно доказать то, что a, которое есть объединение аиды с пари от единички на пункте бесконечности, вот эта штука тоже элемент m. Ну, хорошо. Соответственно, что мы знаем, если у нас вот это элементы m? Ну, это значит, что если я возьму любого j, пересечение аиды с пари от житом, это будет элемент m. Ну и любого i. Окей? Хорошо. Это есть. А теперь давайте рассмотрим пересечение а с б житом. То есть, если а с б житом для каждого j измеримы, значит, что хорошо. Окей? Ну, погнали смотреть. Что такое пересечение а с б житом? Ну так, деление аиды с пари от житом. Это вот так. Ну, это просто закон де Моргана, поэтому тут не интересно, да, совсем. Теперь что мы знаем? Мы знаем, что вот эти вот вещи, это у нас кто? Элементы m житова. Это элементы m житова. Так? А теперь вопрос. Если я возьму счётное объединение элементов m житова, я получу кого? Тоже элементы m житова. Почему? Потому что там есть сигма-оддительность. Ой, это сигма-алгебра. Это сигма-алгебра. Завтра это относительно операции счётного объединения. Мы знаем, что m житая, это сигма-алгебра. Ну, потому что что такое m житая? Это сигма-алгебра измеримых по леверу, которую мы строили в последние две лекции. Мы же аккуратно доказали, что это сигма-алгебра. Поэтому всё хорошо. То есть мы показали, что для любого жи... А это осечённое с b житой. Это элемент m житая. То есть определение измеримости выполнено. Всё. ЧТД. Проверяем второе. То, что наше построенное μ, это сигма-конечные меры. На этом у меня тоже ничего не записано. Значит, отточение. Давайте проверять. Как мы доказываем сигма-конечность? Вам, наверное, не видно. Так. Как мы доказываем сигма-конечность? Так. Ну, то есть мы берём а. Оно представляет индивидуальное объединение аи к двое от единички на пункт бесконечности. Всё это элементы m у нас. И вот это, и вот это. Так. Хорошо. И нам нужно показать, что... Вот, погнали. Так. Мер а. Как определяется мера? Мер а. Это сумма по g от линейки на пункт бесконечности, мер а, пересечённое с b житой. Окей? Причём я могу даже написать вот так. Ну, потому что мы сейчас живём в рамках m житой. Окей. Дальше мы вспоминаем неожиданно то, что а это дизъютное объединение у нас вот этих вот аи. Так? μ житая сама по себе является сигмандитивной мерой. Тут у нас всё конечное, хорошее. Ну, вот. Поэтому у нас здесь получается сумма по и от единички до плюс бесконечности m житой от аито, пересечённое с b житой. Вот здесь я воспользовался сигмандитивностью меры конкретно m житой. Окей. Слагаемые ряды тут не отрицательны. Поэтому у нас тут нет проблем, связанных со словными исходимостями. Раз нет этих проблем, то можно менять местами знаки суммирования. Окей? Ну ладно. Поэтому у нас получается сумма по и от единички до плюс бесконечности, сумма по ж от единички до плюс бесконечности, m житая, а аито, пересечённая с b житой. А это в точности определение ню от аито. Всё. Всё сделаем. Отсюда вывод. Так, что такое сигма конечные меры мы с вами обсудили и как они возникают тоже выяснили. То есть, если у нас не было изначальной единички, как элементы нашего полукольца, но она была очевидна с точки зрения структуры полукольца, то есть ваше полукольцо это были подмножество какого-то очевидного большого множества, настолько очевидно в каком плане. То есть, это большое множество является счётным объединением элементов этого полукольца. То тогда совершенно спокойно продлевается. Да, меры получаются бесконечные. Ну, окей. Мы, в принципе, после мотона для нас это не есть что-то такое. Окей? Тут возникают некоторые проблемы, потому что деятельности, когда мотонисты определяли меру Лебега напрямую, они её называли мен. Да? То есть, для них это была мера. У мотонистов мера может принимать бесконечное значение. Да? А у нас нет. У нас если мера, то конечная. А бесконечная, это значит, вот мы говорим, у неё специфичная бесконечность. Вот это сигма-конечность. Что значит сигма-конечность? Это значит то, что вы можете расширенковать на счётное число кусков, но конечных. Окей? Хорошо? Всё. Так. С этим всё. Дальше нам нужны дать время к аратадоре важные свойства мер. Ну вот. Одно не нужно, но мы про него скажем. А другое очень нужно. Давайте, свойства мер. Первое, это непрерывность мера. Ну, непрерывность мера. Вообще, в чём идея непрерывности отображения? Идейные. Я сейчас не спрашиваю про формальные разные там извращёнские определения, как, например, про обыск открыт в открыт, а идея непрерывности в чём? Ну, чем лучше мы приблизим то, от чего мы берём это отображение, тем лучше приблизим результат. А приблизим в каком смысле? Ну, тем лучше. Да, мы можем поменять, вот, вот здесь было получше. Мы можем поменять местами знак предельного перехода и знак нашего отображения. Всё понятно, да? Ну и ещё раз, вот если мы вспомним, что такое непрерывность функции, да? То есть, предел при х, стремящемся к х, уголвом от f от х, я сейчас плохо напишу, но вы спокойно вас увидите. Это есть f от предела при х, стремящемся к х, уголвом от х. И в этом идея непрерывности, да? То есть, вы можете менять местами знаки функции и знаки предела. Окей? Вот. Проблема состоит в том, что сейчас в качестве нашей функции выступает μ, да? Но мы ничего не понимаем. Мы понимаем, что такое будет вот здесь, потому что это будет предел чисел, да? Но мы не понимаем, что такое будет вот здесь, что такое предел множеств. Окей? Ну, вот. Ну, тут можно пофантазировать на самом деле, ну, вот. Какие пределы, ну, то есть, какая последовательность, ну, у нас тут будет именно предел последовательности считаться. Какая последовательность множеств будет подходить вот под условия вот этой штуки. Впервые я этого и говорю. Ну, вот. Так что, непрокатанный текст. Вы понимаете, что имеется в виду? Ну, то есть, какая последовательность множеств у нас будет считаться сходящейся, как вы думаете? Ну, на матанализе у нас было... Чёрт. Мотан всё входит, да? Ладно. Погнали. Определение. Этот матан произвольный... Так. Определение. Зажимое на колесе R. Ну, как он производится. Колесе R. Конечные меры. Я сейчас сам себе противоречу, да, но мера должна быть конечная. Ну, акцентируем наше внимание. Конечные меры. Называется непрерывный. Если... Чего выпукнуть? Если... Для любой убывающей системы... Любой убывающей системы множества. Что значит, что система множества бывает? Это значит, что у вас каждое последующее множество является подмножеством предыдущего множества. Это я зашифровал, что значит убывающей. Будет верно, что предел... Давайте вот так вообще. Будет верно, что предел при n... Нет, плохо. Давайте. То есть смотрите, если у вас есть такая убывающая система множества, то естественно, ее пределом этой последовательности множества назвать что? Когда будет верно, что пределом мер... Так, а у нас n, значит, у нас nu. Давайте. Делаем nu от a. Вот это вот называется определение непрознанности. Оно не нужно в условии того, что у нас пересечение счётное лежит. Чутём? Не нужно в условии того, что у нас счётное пересечение лежит в нашем кольце. Да, конечно. Спасибо. Конечно. То есть любой последовательности такой, что она убывает и её предесечение является заметным кольцем будет удобным. Так, ну погнали. Теорет. Теорет. Мера на r непрерывна тогда и только тогда, когда на сигмалитель. Так. Ну погнали доказывать. Давайте сначала докажем справу налево. Я буду оправдывать шутки на себя. Так, что мы делаем? Ну, во-первых, мы понимаем сейчас... То есть мне нужно доказать... То есть у меня есть сигма-аддитивность для любой системы. Мне нужно доказать вот это определение. То есть у меня сейчас есть какой-то набор вот этих ашек. Ну и стандартная проблема. То, что я хочу воспользоваться сигма-аддитивностью, поэтому мне какая система множества нужна? Какая система множества нужна для того, чтобы я смог воспользоваться сигма-аддитивностью? Я у меня плохо спрашиваю. Сигма-аддитивность это за что? А глагол можно в этом утверждении? Если у нас есть... Что... Что ж такое-то? Сигма-аддитивность это о чем? Мера дизюнкного объединения это сумма мер. Еще раз. Давайте так. У нас есть сигма-алгебра, значит... Она про то, что объединение принадлежит системе. А сигма-аддитивность это про меру. И это о том, что мера дизюнкного объединения это сумма мер, элементов объединения. Счет. Сейчас понятно? Ну вот. Получается, если я хочу воспользоваться сигма-аддитивностью меры, мне нужно заиметь что? Дизюнкное объединение. Сейчас понятно, нет? Оно у меня тут есть? У меня его тут нет. Значит, надо что сделать? Построить. Построить. Браво. Глагол появится. Как строить? Понятно, что я хочу, чтобы а стало безъюнкным объединением. Давайте. Бжит. Я вам помогу. Как Бжит и устроить? Ну, конечно. То есть мы из а и плюс 1 выкидываем на и. Так, сейчас, подождите. Это правильно или? Так, это наоборот. То есть мне нужно делать вот так. Как у нас устроены ашки? Они такие хоп. То есть она была большая, она стала меньше, она стала меньше. И вот эти вот кольца, да? Мы с вами называем... Так, ну вот это не верно, конечно. Я даже думаю, какая-то. Вот здесь вот какое равенство у нас получается? Вот это кто равен вот этому? А первое? Ну, нет. Потому что что такое Бшки? Бшки это кольца вот эти, да? Если мы объединим кольца, мы получим что? На первую. На первую. Без а. Без а. У нас же еще раз. У нас же, смотрите, у нас пересечение не пусто. Да? То есть вот у нас как бы получается вот а первое, а второе поменьше, а третье, они стягиваются. И то, к чему они стягиваются, это и есть а. Если мы возьмем эти кольца, если мы их все объединим, мы как раз получим а первое без а. Ну, мы и это пишем. Это а первое без а. Окей? А если это, мы теперь можем аккуратно записать. У нас же есть сигма-аддитивность. То есть мы что получаем? Что? Мера первого без меры а. Это есть что? Это есть сумма по ж от единички до плюс бесконечности без ж. Слушайте, я автоматически мю пишу. Давайте здесь тоже мю напишем. Пускай мы живем в рамках кольца, но меру тоже будем назначать мю, поскольку уже рука пишет автоматически. Что такое мю бежитая? Мю бежитая это сумма по ж от единички до... Хорошо, давайте мы здесь опишем предел при n, стремящемся к плюс бесконечности. Сумма по ж от единички до n. О, господи. Мера а. Так, ж от единичка минус мера а ж от единичка минус первого. Проверяйте, что я не вру, сейчас что-то могу удавлять. Так, вот эта сумма у меня, получается, будет равна чему? Ну, она такая сокращающаяся сумма, видно, да? Мера первого минус мера а н. Мера первого минус мера последнего. Последнего у меня а n плюс 1. Окей? Соответственно, видно то, что вот эта вещь уходит. Видно? Ну, это слагаемое от n независимо. И у нас в результате, получается, тут минусы, тут тоже минусы. Получается, мера а у меня будет предел при n, стремящемся к плюс бесконечности. Мер а n плюс 1. Ну, я надеюсь, ваше познание и мотоанализ достаточно для того, чтобы понять то, что вот это плюс 1 нужно убрать. Все. Мы доказали то, что от нас хотели. От нас хотели вот это. Мы это доказали. Есть? В обратную сторону. Будем стараться уместить. То есть, что у нас теперь есть? У нас есть непрерывность. Вот это значит вот это. И нам нужно доказать σ-аддитивность. Что такое σ-аддитивность? Это значит, что cr, оставим индивидуальный объединение c-житых по g от единички до плюс бесконечности. Все они элементы r. И здесь, и здесь. Ну вот. Нам нужно доказать то, что мера c равна сумме мер c-житых. Правильно? Для того, чтобы это сделать, нам нужно... А воспользоваться мы чем можем? Непрерывность. А чтобы получить непрерывность, нам нужно получить вот эту стягивающуюся систему множества. Как мы будем ее строить? Кто у нас будет стягивающейся системой множества? К кому? Суфиксное объединение. Сейчас. Объединение какое? Суфиксное. Что это такое? Суфиксное. Очень хороший план. Давайте его возьмем. То есть в качестве а-житого мы возьмем объединение по g от... Почему по g? Давайте по i от... Ну вот, g-1 до плюс бесконечности. c-житых. Это называется суфиксное объединение, да? Это вы сами придумали или это звучало где-то? Это стандартное понятие из теоретуры. А, это у госа ваша. Не, для меня на у госа хорошо. Возьмем суффиксное объединение. Видимо, все присутствующие понимают, что это значит. Понятно ли то, что а-жит удовлетворяет тем требованиям? Ну, то есть это стягивающая система множества. Ну, действительно, мы каждый раз объединяем поменьше. Множество, но с ростом жи. Это во-первых. Во-вторых, мы понимаем то, что то а, которое у нас написано там, в данном случае будет кем? Пересечением всех таких а-житых будет чего? Я тебя не слышу. Либо я старею, у меня всё с ушами, либо ты тихо говоришь. Пустым. Это будет пустое множество. Так, все понимают, что это будет пустое множество? Как тебя зовут? Я Вова. Кроме Вовы ещё есть люди, которые это понимают? Кивните. Хорошо, всё. Отсюда вывод. Что мы понимаем? Мы понимаем, что ноль, который есть мера А. Это и есть предел при жизни, стремящейся к бесконечности. Мер а-житых. Так? А что такое мера а-житых? Мера а-житых. У меня нету сигма-аддитивности. Сигма-аддитивности нету, а аддитивность есть. Поэтому я могу сказать, что у меня мера а-житая, это и есть мера С, минус сумма по И от единички до Ж, мера С. Это понятно? Ну, потому что что такое а-житая? Это то, что осталось от С, когда мы выкинули конечный набор С. Ну и всё. Значит, мы из С выкинули конечный набор С, аддитивность у меня есть. Значит, вот это верно. Окей? Традиционно у нас, соответственно, С уменьшаемый не зависит от предела, поэтому оно уносится. Получается мера С. Минус. А предел такой суммы в перстонародии обозначается вот так. Ну, то есть предел, когда верхний предел суммы стремится до бесконечности, обозначается как сумма до бесконечности. Ой, доказали. Ну, потому что нам что нужно было доказать? Нам нужно было доказать сигма-аддитивность. Мы показали, что мера С равна сумме мера Сит. Ну, то есть 0 равно вот это. 4r, всё. То есть несложно объективно. Окей? Есть тут ещё... Какая история тут у нас? Что немножко расстраивает во всей этой штуке? Вот в той, которой мы сейчас вот тут проговариваем. Так, давайте. Соберитесь. Что вас расстраивает? В этом. Не вообще, а в этом. Вообще ничего не расстраивает? Расстраивает то, что нам от анализа было по-другому. Это же прекрасно! Ладно, давайте поговорим. Я вас развлеку. Вас надо перезагрузить явно. Основы педагогики небольшие. Вы вообще понимаете, зачем нужны упражнения? Ну, от семинаров. У вас нету. Ну, то есть, смотрите. Что вы делаете на семинарах? Вы изучаете там тысяча один метод решения. Дефорды, условно, да? Тысяча один метод, которым вы, скорее всего, никогда не будете пользоваться. Потому что все решения дифференциальных проблем, которые вам понадобятся, эти пять случаев в вашей жизни, ну, вот, вы всё равно воспользуетесь какими-то сервисами, которые вам решат этот дефорды. Сейчас понятно же, да? А зачем тогда это делать? Яркий пример – это седьмой класс. Когда вы занимались квадратными уравнениями, извините, я школьную училку в душе, поэтому у меня все примеры из школьной жизни. Помните, там были задачи, когда вы решали квадратные уравнения, вам давали симметрические выражения относительно корней, и вам нужно было найти значение данного выражения, не находя корни. Помните, да? Там по теореме Виет вы знаете, что сумма корней такая-то, произведение корней такое-то. Ну вот, вы выражали симметрическое выражение через сумму произведения, и тем самым находили значение этого выражения, не находя корней. Помните, что кто решал такие задачи? Вы все решали такие задачи. Дофига. Ну реально, зачем это надо было делать? Отработать теореме Виетто, мы вообще, во-первых, мы и так знали теореме Виетто, да? Во-вторых, мы не так, чтобы ей там сильно пользовались и так далее. У вас не было ощущения того, что иногда вам давали задачи, но просто для того, чтобы загрузить ваше время, чтобы вы не шлялись по улице? Ну, возникало или нет? Кивайте. Не возникало, не было такого, да? Все, что нам давали, было нам потом нужно. Ну, нет. Чувства такие возникали. Понятно, что те, кто создавали учебники, методические пособия и так далее, не идиоты, они делают это с какой-то целью. Это основано на том, как мозг воспринимает информацию. Может быть, если у вас были негодные учителя математики, у вас бывало такое, что вам давали на один и тот же прием очень много однотипных задач, которые отличались слишком эффициентно. Бывало такое у кого-нибудь? Ну, то есть это плохие учителя. Почему? Потому что педагогика вообще экспериментальная наука, то есть экспериментируешь на детях, выясняешь, работает, не работает. Ну вот, показано то, что если вы человеку, индивидууму, даете однотипные задачи, он их начинает делать, не делать, а понимать, он начинает понимать материал хуже. Может быть, вы замечали, вот вы решаете, решаете, вы начинаете допускать больше ошибок, чем было в самом начале. Это особенность. Если задачи все время одни и те же, то понимание становится хуже. Для лучшего понимания все задачи должны быть разными. Ну, не все. Вы должны давать разные задачи к одному и тому же объекту, дойти с разных сторон. На самом деле, цель любой дисциплины для того, чтобы вы осознали основные объекты этой дисциплины. Методы вторичные, вы их забудете раз, а когда они вам будут нужны, вы вспомните, вы откроете, полистаете, быстро вспомните. И вы решаете так много задач именно для того, чтобы вот такой тип, вот такой тип, такой тип. Потому что, когда вы решали квадратное уравнение, цель была одна, чтобы вы восприняли квадратный трехчлен, чтобы он стал для вас родным, чтобы вы, видя квадратный трехчлен, сразу понимали, пересекает он оси ли нет, где там вершина, куда ветви, какие корни, где оси метрия проходит. А для этого нужно было дать много разных задач. Пускай конкретно с этими задачами вы даже не будете сталкиваться. В этом как бы заключается перегоника. Сейчас, где есть, да? Кивять. Хорошо. Вер, к чему вообще всё это? Подождите, я вспомнил. О чём вы говорите? Вы, ребята, сейчас говорите. Ваш труд нужно растораживаться. Вот в этом... Нет, подождите, я же как-то ввёл к этой мысли. У меня проблема. Я когда введу к мысли, я заговорю, зачем я вас вывел на эту дорогу. Семинары. Семинары, да? Да. Ну вот. Цель семинаров на самом деле всех, не важно по какой дисциплине, то чтобы вы поработали с основными объектами, чтобы они стали для вас родными. Для этого нужно наработать какое-то количество часов. Если вы будете нарабатывать эти часы на однотипных задачах, это придёт, к сожалению, к обратному эффекту. Поэтому все задачи, которые вам даются, они даются разными. Это объяснение, зачем нужны семинарчики. Я просто не понимаю, зачем нужны семинары, больше вот этого. Надо отвлечься. Надо отвлечься. Вот. Мы отвлеклись. Хорошо. Я выполнил эту задачу. Ну вот. Теперь возвращаемся к нашей истории. Ну вот. К мерам. Извините. Что-то надо записывать. Я говорю, хочу сейчас довести до такой мысли. Ладно. У нас с вами мы начинаем... У нас были... Мы расширили понятие меры до сигмаконечных мер. У нас сейчас мера может принимать бесконечное значение. Я тут начал... Начал. Я тут начал ничего. А мера у нас конечная. Окей? А всё вот это вот для сигмаконечности работает или нет? Оно не работает. Ну вот. Какой простой пример, что если у нас сигмаконечности мера, мера сигмаконечная, то непрерывности у нее нет. Понятно, что единственная сигмаконечная мера, которую вы знаете, это мера Лебега на прямой. Ну вот. Поэтому... А пример какой? Что нет непрерывности для сигмаконечной меры. То есть пример меры Лебега на меру. Давайте. Мы делать матанскую меру Лебегку называем классическую. Классическую меру Лебегу Классическая мера Лебега. Классическая мера Лебега это то, что в Матане называется просто мера Лебега. У нас сейчас меры Лебега много. потому что классическая мера либега она строится когда у тебя конкретное кольцо это промежутки и конкретная мера на этом кольце длина промежутка а сейчас мы построили мы говорим что то что у нас произвольное кольцо и произвольные меры на нем то есть мы обобщили ту вещь которая была сделана в мотане одна из главных претензий к нашему курсу об этом говорил то что она во многом повторяет мотану сейчас она обобщает то что было сделано в мотане это раз во вторых эта история плохо понимаем и она тяжело идет поэтому не грех ее еще раз повторять к сожалению того что делает мотан нам недостаточно мотанисты им это нужно раньше они делают это для своих целей мы делаем своих терверских целей но опять же педагогики цикличность образования то есть когда вы проходите тот же самый материал еще раз но вы это делаете как бы вот это вот это спиральная но чувствуешь у меня нет педагогизования но то есть когда вы заходите на новую спираль вы заходите на нее но уже на более высоком детке понятно хорошо объясню спасибо большое за вопрос я уверен что многие это не понимают берем классическую меру любебная эрн кто аито какие надо взять аито ну я взял пул этого берем вот такие аито понятно то что мера аито у нас будет равна плюс бесконечности при этом пересечении всех аито пусто то есть что у нас получается у нас получается то что вот это правило нарушено то есть как бы мера каждого элемента плюс бесконечности а предел ноль печально поэтому если у вас меры вот такие но результаты все таки есть соответственно если у нас есть сигма конечная мера и мы знаем то что наше множество оно конечный метр то есть если мы можем себя ограничить и а является пересечением аито и от единичного плюс бесконечности ну как у нас же аито и вложено то есть аито у нас они вот такие же да то есть это уменьшающееся множество но первоначальное множество которое у нас было оно было самым большим вот оно должно быть конечный метр то в вот все вещи о которых мы здесь говорили они будут выполнен но только если мы ограничиваемся множеством конечными тогда все будет хорошо ок оказывается точно так же ну вот и последнее еще такое замечание что состоит в чем что если мил у вас сигма аддитивные меры сигма аддитивные меры но тоже на каком-то качестве аито у нас недостающая система множеств ну то есть что это значит это значит что каждое последующее содержит в себе предыдущее ну и соответственно вы берете от единичного и от единичного плюс бесконечности и это тоже должен быть изменен то тогда оказывается точно так же поэтому делать это не будет хорошо окей зачем все это нам нужно зачем все это нам нужно сколько у нас осталось время 5 минут мы сейчас успели хорошо теперь смотрите помните я говорил то что есть печалька в том плане то что мы не понимаем как устроены элементы сигма от s это печаль действительно не знаю ну вот а теперь ирония состоит в том что мы не знаем как устроены элементы сигма от s но мы знаем как устроены элементы m погнали теорема которая называется структура измеримых множеств нет извините нет еще одно свойство смотрите мы одно же свойство забрали непрерывность давайте второе свойство полнотомера полнотомера определение тут какое мера m мера m да сигма алгебры m причем давайте так необязательный левер 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 то есть это не обязательный то есть мысль в том что когда я сейчас говорю о мере и о сигма алгебре совершенно необязательно то что это мера которая получилась продолжение меры с какого-то полукольца это какая-то произвольная мера на сигма алгебре m так вот она будет называться полной если выполнена следующее если у вас есть множество а мера которого равнодушна то другого b который является под множеством меры а будет выполнен что b элемент m и мера b равнодушна окей хорошо теперь смотрите как в классических всех пишут если вы найдете что такое полнота меры то что под множество любого множества меры ноль имеют тоже меры ноль это будет написано практически везде но это кажется немножечко странным то есть если у вас множество меры ноль то какую еще меру может иметь ее под множеством вы на семинарах должны были доказывать то что если у вас одно множество вложено в другое и второе побольше имеет меру ноль первое тоже должно иметь меру ноль окей ну то есть вот эта вещь она кажется очевидной полнота меры то есть главное главное вот это то что у нас получается любое под множество множество нулевой меры должно быть измеримо то что его меры ноли так понятно а вот то что меры у него есть вот это нифига не понятно окей и ну как бы есть замечания замечания в этой практике любая нерва лебега полна любая нерва лебега полна просто в силу своего построения это прям знаете это замечание которое уходит вам как очень простое упражнение потому что вы же понимаете то есть по тому как еще раз что там такое измеримость да то есть вы можете построить множество элемент нашего кольца симметрическая разность меньше эпсона но понятно что если вы берете такое множество для а то для б оно тоже сгодится окей ну вот это простое упражнение а кто вот интуитивно видит это по тому как была устроена мера лебега да через вот эти вот покрытия кто понимает то что если у нас мю от а0 то б точно будет измерима как его подмножество вообще не видно да через определение измеримости множество да окей хорошо потому что кто-то может выступить в определении измеримости вот этим вот элементом кольца пустое множество потому что вы понимаете если вы берете симметрическое с пустым вы получаете его само правильно а его внешние меры его самого будет 0 верно ли что 0 меньше эпсона да окей не успел я конец ладно так все все молодцы извините за лирические отступления в том плане что извините что я забыл зачем я начал об этом говорить у меня была какая-то глубокая мысль все